Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что есть всего два источника. Закон о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности... Он посвящен профсоюзам, а профсоюзы, собственно говоря, и участвуют... В так называемых отношениях социального партнерства и в организации социально-трудовых споров, в разрешении социально-трудовых конфликтов. И вот я сегодня специально зашел в магазин, буквоет и купил новенький трудовой кодекс. А почему новенький? Поскольку он не просто трудовой кодекс Российской Федерации, а трудовой кодекс Российской Федерации по состоянию на 2 апреля 1919 года. Вот самый свежий. А что значит по состоянию? То есть пока мы тут сидим, те люди, которые сидят в Думе, время от времени вносят туда поправки, не особенно об этом афишируя. И тут я, хотя вроде считаюсь специалистом по этим вопросам, вдруг узнал, что куда-то 8-часовой рабочий день пропал из закона. Нету 8-часового рабочего дня. Он из жизни не пропал пока. Ну или можно сказать, что он не пропал, но уже по расчетам, которые есть и по данным, которыми мы располагаем, у нас рабочий день фактически в России 9,5 часов сложившийся. А поскольку он откуда-то пропал, то люди не понимают теперь, что такое сверхурочная работа. Что такое сверхурочная работа, когда есть строго установлен 8-часовой рабочий день, и он нормальный. Значит, если свыше 8-часов, первые 2-часа оплачиваются в 1,5 раза больше, и вторые 2-часа, и дальше. И дальше. После 2-часов вдвойне. То есть как бы в законе есть определенные препятствия к тому, чтобы удлиняли рабочее время. Но поскольку нету этого 8-часов, граждане трудящиеся в настоящее время, даже те, которые читают Трудовой кодекс, они никак не понимают, как указать, как найти, когда начинается урочная работа, а когда идет урочная работа. Хотя, можно рассчитать. Вот в статье 100 указано, что у нас, сейчас я еще посмотрю, не украли ли отсюда из этой статьи упоминание, сколько у нас часов, сколько дней у нас рабочих, и сколько, соответственно, часов, общий недельный режим времени. Вот глава 16. Режим рабочего времени. Статья 100. Режим рабочего времени должен предусматривать предложительность рабочей недели, в скобках, пятидневной с двумя выходными днями, шестидневной с одним выходным днем, рабочей недели, с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя и так далее. Во всяком случае, записано, что нормальная рабочая неделя – это пятидневная с двумя выходными днями. Хотя, вот, говорится, шестидневная с одним. Скажем, вот у нас в университете весь состав лаборантов и состав вспомогательного персонала по пятидневной работе, у нас считается у всего преподавательского состава шестидневная рабочая неделя. Считается. Хотя мы на телефоне каждый день ходим на работу. Но могут поставить в расписание в субботу, и надо будет прийти в этом смысле. Это никакая не сверхурочная. Так вот, если это вот пятидневная рабочая неделя, так, и если считать, сколько же всего в неделю работает, сколько часов, а сколько часов всего работает, 40 часов рабочей недели. А где это написано? Вот я тут уже и не вижу 40-часовая рабочая неделя. Значит, она где-то в другой статье или где-то прячется, что у нас 40-часовая рабочая неделя, потому что иначе, если 40-часовая, но об этом, по крайней мере, говорят официальные лица, Минтруд, Панапеера об этом говорят, что у нас 40-часовая рабочая неделя. 40 разделим на 5, получаем 8. Значит, восьмой час – это последний урочный час. Значит, девятый – это сверхурочный, в полтора раза больше. Десятый – в полтора раза. Одиннадцатый – в два раза больше надо оплачивать. Двенадцатый – уже тоже в два и так далее. И в выходные дни – в два раза, если они есть. Если человек выходит в выходной день, значит, он должен получить двойную оплату. Как на практике. Вот вчера я и другие товарищи из фонда рабочей академии встречались с короновщиками мининградскими, которые очень обеспокоены тем положением, которое сложилось. Техника безопасности сплошь и рядом нарушается, совсем недавно одного строителя смахнули с восемнадцатого этажа, и, как вы понимаете, на смерть он разбился. Два крана упало. Недавно только что прошла забастовка крановщиков в Казани. Причем забастовка не по процедурам, не по той схеме, которую предлагает Трудовой кодекс, а просто крановщики отказывались садиться на тот кран и работать, на который неисправен. Вот существует такое право у рабочего отказаться от работы на неисправной технике. Если техника неисправна, это просто нельзя. Можно сказать даже больше, что тот рабочий, который выполняет распоряжение своего начальства и садится на неисправную машину, неисправный автобус, неисправный кран, бульдозер, все угодно, каток, который может поехать и раздавить кого хочешь в лепешку. То есть этот человек на самом деле, он тогда выступает как преступник. Тем не менее, как нам вчера рассказали, администрация понуждает, вынуждает садиться и работать на неисправной технике. Вот в Казани крановщики дружно отказались это делать. Ну там шумели, кричали, там угрожали. Кончилось дело тем, что пришлось смириться администрации, им повысили зарплату. Но по той информации, которую мы получили, ни одному крановщику не уплачивают все равно так, как положено по закону. Более того, они и не знают. То есть вот скажем, картина очень тут интересная у нас в обществе, скажем, вы не знаете трудовой кодус, поскольку вы готовитесь. Они не знают трудовой кодус, поскольку они работают. Поэтому вчера очень был интересный разговор. Мы с одним крановщиком подходили. Я говорю, в законе стоит полтора ставки, если вы работаете сверхурочно. И вдвойне, если выходные дни. Он говорит, такого нет в законе. Ну как я буду его убеждать? Я подошел к нему, говорю, давай спорим на 10 тысяч, мне деньги нужны. Тогда он согласился. Ну а других аргументов нет. Так что вот это вот некоторый фокус, что у нас исчез восьмичасовой рабочий день. Еще один такой был момент. Еще когда принимался трудовой кодекс, это было в 2001 году, в это время, там было записано право такое, которым наделяли члены выборного профсоюзного органа, что их нельзя уволить тогда, когда они выполняют эту общественную работу. Без санкции вышестоящей профсоюзной организации. И еще два года после того, как они выполняли эту, то есть там, чтобы злопамятность не проявила себя, дескать, вот вы тут со мной будете спорить, так я буду два года помнить, но могу и забыть. Вот два года. И тут вдруг один хороший человек придумал в Думе, что надо сделать только для председателя и заместителя, а члены профсоюзного бюро не надо, чтобы они таким правами обладали. Хотя, как вы понимаете, люди, которые выходят на передний край, это кто-то, это те же самые, речь идет о работающих, не о тех освобожденных профсоюзных работников, которые формально уже не работают на этом предприятии, а формально они в этом юридическом лице, который представляет собой профсоюзную организацию, находятся. Поэтому это их не затрагивает. А вот как раз речь идет о тех, кто являются неосвобожденными, то есть они рабочие или там работники других специальностей, и при этом они выполняют профсоюзную работу, защищают и себя, и своих коллег, трудящихся, товарищей от всяких злоупотреблений, какие могут быть. Так вот, дорогая наша Дума придумала, что надо только для председателя и заместителя. И вот я свидетель того, как хорошие профсоюзные организации использовали этот закон. А закон ведь надо еще уметь применять. Так, хорошо, значит, вот у нас вы считаете, что вы члены комитета, а что я председатель профсоюзного комитета. Вы будете отвечать за оргработу, вы будете за просвещение, вы будете за санитарию, вы за 1 мая, вы за 7 ноября, вы за день учителя, кто там у нас еще остался. У нас еще дней, железнодорожник еще есть, так, космонавты, так, первого летчика-космонавта, уже отмечаем, Гагарина. Ну, короче говоря, раз, и все стали заместителями. И ничего из этого номера, из этого фокуса, который проделывали в Думе, не получилось, потому что все эти блага вроде остались. Нельзя так просто уволить человека, который находится на переднем крае такой борьбы за интересы своих товарищей. Тогда нашелся предприниматель из Астрахани, написал в Конституционный суд. Вы, наверное, знаете, в чем смысл Конституционного суда, нет? Да, ну... Не знают. Он объясняет, поясняет смысл законов по запросу от... Ну, если он просто поясняет, это вроде как я. Он принимает еще. Понимает, поясняйте, я вам могу пояснить. Пояснять у вас один уровень, а Конституционный суд, как Конституционный суд объяснит, так и будем жить. У меня самые высокие уровень, я профессор, они еще там, они больше пояснить не могут. А вот, а вот, что касается того, что может Конституционный суд, он может объявить любой закон, неконституционным своим решением. Вот в чем дело. То есть он есть, и вдруг вы начинаете эту статью находить, а там написано, что решением Конституционного суда эта статья признана недействующей. И статья о том, чтобы председатель правкома и заместители председателя правкома были бы, так сказать, защищены, признана недействующей. И вот уже тут в этом вроде никаких следов не оставляется. осталось уже в этом издание Трудового кодекса. А если пораньше вы его нашли, там вот такая и запись была, что вот теперь это уже недействительно. Я уже не говорю о том, что этот Конституционный суд, конечно, высокая инстанция, но сама Конституция никем не принималась. то есть не было голосования по Конституции. Это я могу сказать как участник Конституционного совещания, которое проходило в мраморном дворце в Кремле. Я пришел туда с проектом, опубликованным в «Народной правде» проектом Слободкина, публикацией подготовки которого я тоже участвовал как президент фонда рабочей академии. Мы-то в газете напечатали, правда мне, так сказать, там пропуск у меня в Кремль был, я туда спокойно прошел с портфелем, в котором был наш проект Конституции. Потом зашел в фойе, и только я стал там раздавать членам совещания Конституционного, чтобы они ознакомились с нашим проектом. Это же нормально, да? Чтобы с проектом ознакомились. Так у меня все эти газеты сгребли и забрали охрану. Я пошел в охрану и рассказывал им, что вот я вам как профессор по кафе экономики права объясняю, что это собственность. У нас сейчас частная собственность, священная неприкосновенная. Вас будут судить и посадят. Отдайте газеты. Они сразу отдали в газеты, говорят, тогда так, Михаил Васильевич, вы в этот вот фойе проходите, пожалуйста. А там другая охрана, нас это не волнует уже. Проходите там. Я, поэтому, у меня товарищ Шишкарев, председатель Совета Союза рабочих Москвы, снаряжал газетами около Кремля. Я проходил под Спасской башней зал. Ну, прямо в зал, минуя это все фойе, а в зале всем раздавал, все с удовольствием так брали, особенно, когда Собчак стал кричать, что это безобразие, там, это не надо, это на газетах не та. И все сразу стали просто выхватывать у меня это дело. Я поблагодарил Собчака за рекламу газеты. А Собчак тоже свой проект имел. У Собчака был проект, у меня был проект, Жириновский. Он всегда ведь всякие шутки делает, а тут он там серьезно такой ходил и раздавал свой проект Жириновского. Потом был проект Румянцева, комиссии Румянцева, председатель Ельцин, комиссии Верховного Совета. И был проект Ельцина, так сказать, одним из разработчиков которого был Шахрай. Вот этот проект и считается сейчас в Конституции. Он считается, но за него ни один человек не голосовал. Почему? Потому что как вот надо голосовать за Конституцию, когда есть несколько проектов? Во-первых, надо было их не так, что сами мы издавали. Хотя у нас зарегистрированы в Министерстве печати информации газеты «Народное право». То есть мы можем напечатать, но если это ставится на обсуждение и голосование, значит надо будет напечатать в каком-то государственном издании и после этого провести обсуждение и потом поставить на голосование. Но если вы пять проектов поставите на голосование, что получится? Голоса разобьются. А принятым считается, Конституция считается принятой только в одном случае, если за нее проголосовало больше половины граждан, имеющих право голоса в Российской Федерации. Не больше проголосовало, чем за другие проекты. Это само собой. Но еще надо, чтобы больше половины, потому что что это за Конституция, за которую проголосовало менее половины. Вот сейчас у нас выборы прошли вчера. Это как выборы? Они Конституцию можно принимать, если там столько, 20-30% участвовало? Нельзя. 26% по Петербургу было. Ну и что у нас, если два человека придут, сейчас нет уже нижней границы на выборах. Вот если два человека придут, президент и премьер считается, что выборы состоялись. Поэтому ничего. Очень недовольны товарищи либералы. Так я говорю, ребята, вы же сами придумали это. Вы вот недовольны, что дубинками бьют. А кто дубинки это придумал? Их не было в советское время никаких дубинок. Меня не могли побить дубинками за отсутствие дубинок. Нельзя было никого бить дубинками. А вы придумали, они же никто не выступает, что давайте уберем эти дубинки. Вот я за то, чтобы их убрать. Как взять человека бить дубинкой? Нет, мы их... Вот если вас будут, это хорошо, а если меня будут, Видите, какие интересные ребята. Никто из них не выступает за то, чтобы ликвидировать. Так не случайно его называют, давно уже назвали дубинкой регулятор демократии. Я видел в этой Москве, вот и в Ленинграде ни разу не видел, чтобы человека стукнули дубинкой. Ни разу вот. Может вы видели? Я не видел. Но в Москве регулярно я сижу, уезжаю из Москвы где-то полдвенадцатого. Сижу на вокзале. Там сидят бомжи. Тихо, аккуратно, вот как вы, тихо, спокойно сидят. Только они более образованные там. Бомжи, из кого же получается? Был, понимаешь, инженер, хороший конструктор. Потом он решил дочке квартиру делать. Он взял квартиру, продал, а цены ускакали. И он уже купить-то на эту сумму ничего не может. А тут добрые люди помогли с ним вместе как эти деньги потратить. И все, он стал к ним. Раньше нельзя же было продать. Вот, например, у меня есть квартира, которая отнять нельзя. Я потому что ее не приватизировал. Нельзя. Она не моя. А кого? Ну, государственная. Раз государственная это крупный собственник. Правда? А вы, если вот у вас, вы же мелкий собственник. Кто побеждает сейчас? Вот сейчас кто? Крупные собственники. Сейчас капитализм же. Ну, вот. К нам приходят иногда хмурые такие. Ну, у вас, конечно, квартира приватизирована. Нет, говорю, у нас, конечно, нет. Тогда еще более хмуро. Ну, тогда вам бесплатно будем делать. Грустно, грустно так. Ну, потому что это не наше. Пожалуйста, делайте. Поменяли нам ванную. Чудеса. В наше. Вот в это время поменяли. Не в советской сейчас. Ну, дескать, нас таких мало и поменяем вам. Что делать? А вам, если менять, давайте деньги. А мы разберемся у нас с Вольгиной нормальностью. Ну, вот видите, как хорошо. Хорошо иметь хороших родителей. Вам повезло. Так вот, значит, что дальше? Процедура должна быть какой? Надо, чтобы проголосовала вот за эти самые проекты. Сначала первично. Это вот один тур. Определили два проекта, которые самые, самые. Ну, можно сразу поставить вот тот проект, который больше получил. Или два, еще раз проекта, три тура сделать. Какой из этих двух? И, наконец, тогда третий тур. Поставить один проект на голосование. Наберет он больше половины или нет? А кто определял вообще какой лучший проект? А? А пределал кто? Я. Ну, я-то, а кто? А те считали, что другой. А кто? Никто не определял, потому что голосованием-то не было никакого вообще. Поэтому никакого определения другого, кроме того, что я вам сказал, и нету. Нет его. Никто не... Все говорили, вот, хорошая конституция, хороший проект. И одни говорят, другие говорят, третьи говорят. Там был хороший проект конституции. По этому проекту, вы видите, ничего потом сделать нельзя. Они сейчас все, значит, говорят, вот, конституция, она прямого действия. А какого прямого? Она никакого прямого действия не указывает, что делать можно. Короче говоря, этого голосования не было. Был поставлен вопрос. Признаете вы конституцию Российской Федерации? Да. Попробуйте не признать. Только что стреляли по Белому дому из танков. Да, да, да. И вас спрашивают. Признаете ли вы конституцию Российской Федерации? Да. А это же проекты, это же не конституция. А тогда действовала латаная-перелатанная конституция РСФСР. Но конституция РСФСР не была уже советской конституцией давно, потому что там была частная собственность, там все было сделано для осуществления капитализма. Вы, наверное, знаете, что разногласия между Верховным Советом и президентом Ельцином не были разногласия между советскими и капиталистическими элементами, потому что и там было большинство, и там большинство. Причем вот этот Верховный Совет проголосовал за наш проект Конституции, тем не менее, который у нас был. Может быть, это было одной из причин его разгона этого самого Верховного Совета. А какой орган выше? Верховный Совет, то есть законодательный орган или президент? Это фактически кто выше. Фактически дом выше, а танк ниже, а танк может подбить по этому дому. Но, конечно, законодательный орган, конечно, выше. Указы президента какой уровень законодательный? Ну, смотрите. Под законный акт. А? Под законный акт. Под законный акт. Сначала идет Конституция, потом идет федеральные конституционные законы, они должны приниматься двумя третями членов Думы. Ну, а дальше такое же прохождение Совета Федерации на подписание. Дальше. Потом идут федеральные законы, третий уровень, а четвертый уровень указы президента. Пятый уровень постановления правительства. Четвертый уровень, вот сейчас говорят, почему не выполняется указы президента? Вот есть указ президента какой-нибудь. Он наталкивается на какой-нибудь закон. Что выше? Закон или указ? Закон выше федеральный. И все. Причем президента все законы подписывает. Это же им подписанные законы. Закон когда вступает в действие? После того, как он прошел к Думу, Совет Федерации, после Совета Федерации идет на подпись президенту, президент может не подписать. Тогда Дума может вместе с Советом Федерации собраться, и если больше двух третей этого органа, собрания, федерального собрания Российской Федерации проголосует за то, чтобы этот закон и проект был законом, то уже тогда президент обязан подписать. И все. и еще нужно опубликовать. Как только опубликуется, в Российской газете все опубликуется, и в собрании законоположения, собрании законов. Вот когда опубликовано, тогда он становится действующим законом. Поэтому эту конституцию вообще никто не принимал. Поэтому конституционный суд, как бы суд, при той конституции, которую никто не принимал. вот картина. И, кстати, председателем конституционного суда снова стал Зорькин. Вот тот, который объявил указ Ельцина о разгоне Верховного Совета недействующим. Это он объявил. Но, как вы правильно объяснили, понятно очень, что у кого танки, тот и действующий. А у кого нет танка, тот и недействующий. И была раньше охрана у Верховного Совета, сейчас никакой своей охраны, конечно, у законодательного у нашего органа законодательного нету, у Думы. Есть у органов охраны под началом президента. Так, ну вот, вот, что теперь получилось. Вот этот конституционный орган, конституционный суд, по запросу одного из предпринимателей из Астрахани, принял решение, что вот это вот такая норма, что председатель и заместитель председателя правкома нельзя их уволить, она дискриминационна, потому что кому дискриминация? А вот простых других граждан, других трудящихся, как это, значит, председатель правкома и зампредседатель, они, значит, защищаются, а эти нет. Так что надо уравнять всех. То есть, а как всех уравнять? Всех защищать или никого не защищать? Никого не защищать. Поэтому эта норма объявлена недействующей. Ну и так далее. Может это появиться в каждый момент, поэтому вот эта запись в Трудовом Кодексе по состоянию там на такое-то число означает, что вот могут быть уже изменения, про которые вы по какой-то причине не знаете, и я по какой-то причине не знаю. И что может так получиться, что вы еще думаете, что это действует закон, а он уже и не действует. Теперь, значит, хочу вам доложить, как экзаменатор, который неоднократно принимал экзамены у дорогих конфликтологов, и вы в это число дорогих как раз и вошли, еще не было ни одного потока, который бы сдавал этот экзамен или зачет по конфликтологии, как конфликтолог. Он сдавал его хорошо, как юрист. А что значит сдавать, как юрист? Юристы должны знать, чего, где написано. Не почему так написано. Это и для них это не самое. И не как применять. Самое главное, где что написано. И что написано. А что написано в законе? Закон говорит нам, что делать или не говорит? Говорю. А? Говорю. Вы что? Вы юрист, что ли? Юрист? Нет. Что вы говорите-то? Вам закон говорит? Вот и есть закон, что нельзя прыгать в окно? Есть? Нет. Что? Нету. Нету? Нет. Так говорит вам закон, прыгать или не прыгать? Не говорит. Не говорит? Ну вы сами можете додуматься. Да. Ну нет, ну с первого этажа ничего страшного. Нам даже поставили на кафедре, кто у нас был, у нас решетка стоит. Это может быть то ли, чтобы мы не вырвались, так сказать, с кафедры, то ли, чтобы к нам не ворвались. Ну первый этаж все-таки. Здесь решетки нет. Но можно додуматься, что нежелательно отсюда выпрыгивать. Хотя некоторые делают сейчас эти селфи, заберутся очень высоко. И так, чтобы всю жизнь быть молодым. Решается вопрос очень просто. Снялись и улетели. И все. Так вот, сразу хочу сказать вам, предупредить, пока вы еще на меня не злые, потому что еще до зачета далеко, что кто, кто будет рассказывать просто законы, зачет не получит. Почему? Потому что закон отвечает на какой вопрос? Что делать или чего нельзя делать? Вот. Закон говорит, чего нельзя делать. Это говорит закон. А что делать? Это совершенно другая задача. Вот конфликтологи, в отличие от юристов, должны рассказывать, чего нельзя делать. Потому что это люди могут просто прочитать. Если вы возьмете, допустим, не трудовой кодекс, а такое вот издание, комментарии с комментариями. Комментарии вот такие. Можно сослаться на комментарии? Комментарий это закон? Нет. Он к чему-то обязывает? Не к чему. Поэтому это чистая трата сил, времени и денег. Ну и деньги получают тем самым те, кто пишут эти комментарии. И издают эти толстые книги. Так что очень не советую вам забирать какие-то комментарии. А вот закон, ну закон вам может нравиться, может не нравиться, но он есть. Правильно? Раз он есть, значит с ним надо считаться. То есть надо, наверное, для себя решить такую задачу. Что можно делать, если есть закон? Значит, во-первых, можно делать то, что не запрещено. Согласны? Сколько таких вещей, которые не запрещены? Конечные или бесконечно много? Бесконечно много. Поэтому не надо говорить, что нас закон сковывает, не дает. Закон вообще, вот он ограничение. Ну есть ограничение, но эти ограничения не лишают вас абсолютно всякой свободы. Они ее ограничивают. Второе. Можно делать то, что запрещено, но нет никакой ответственности. Так? Вот я вам запрещаю смотреть на право. Смотрите лучше на меня. Но ответственности, я могу вас привлечь к ответственности за то, чтобы вы смотрели на право? Нет. Припомнить не этот экзамен. Припомнить могу. А привлечь, а юридически не могу. Ну, это пока... А экзамен это не юридически. А это просто, я скажу, что... Это совсем другой разговор. Что вы думаете, я буду говорить, что это вы не туда повернули голову? Да ни за что. Да что вы... Наоборот, мне нравится, как он крутит головой. То направо, то налево. Очень хорошо. Это же страстные люди. Так. И третье. То, что запрещено, есть ответственность, но меньше, чем та выгода, которую вы получите. Правильно? То есть вы отвечать будете на пять тысяч рублей, а выгода будет на пятьсот тысяч рублей. Кто так действует? Нынешние работодатели. Если вы откроете не вот это вот издание, в котором никакая ответственность за нарушение не предусмотрена, в самом Трудовом кодексе, ни одной меры не предусмотрено. Так сделан кодекс, чтобы там не задержалась информация о том, а что будет, если вы это не выполните. Нету такого. Но есть другие юридические документы, о которых я вам должен сказать. Тем не менее, поскольку я человек двойной, я профессор по кафе экономики и права. Вот сейчас я вам по праву буду объяснять. Есть кодекс об административных правонарушениях. Если хотите посмеяться, или, как говорят, поржать, то почитайте кодекс об административных правонарушениях. Вот мы с вами будем полгода заниматься, какую процедуру и так далее. Вот если работодатель нарушил процедуру, ответственность пять тысяч. Вы долго-долго собирали и делали коллективный договор, там составляли, приняли на конференции, все подписано, согласовали, печати поставлены и не выполняют. Какая ответственность? Пять тысяч. А что будет? Какая волынка, если вы попробуете эти пять тысяч получить? Вот представьте себе, что я должен вам... Ну, забрал у вас пять тысяч. Ваши действия. Что вы будете делать? Прокуратура? Прокуратура скажет, девушка, подавайте в суд. Не будет прокуратура заниматься. До пяти тысяч, хочу вам сказать, вообще никто не будет заниматься. Потому что есть такой порядок, что вот уголовное дело возбуждается... Вот раньше было, если вот с двух тысяч начиная. Допустим, у вас кто-то замок сломал, который стоит тысяча девятьсот девяносто рублей. Я говорю, вот пришел бандит, сломал нам за ног. Милиционер говорит, у меня два убийства, вы пришли с такой ерундой. Идите отсюда, потому что мы до двух тысяч даже и не возбуждаем. Вот сейчас до пяти тысяч не возбуждаем. Если бы это было... Я мог бы сделать так, забрать у вас четыре тысячи девятьсот девяносто девять рублей, девяносто девять копеек. Никто не будет заниматься, никто. А завтра снова заберу такую же сумму. Потому что это второе уже действие, а их не надо, вкладывай. И так я буду ходить и забирать вас. Так что в следующий раз прям придете, уже у вас должно быть все сложено. Все там хорошо. Чтобы я мог взять и не отвлекать. Представьте себе, что я все-таки забрал у вас больше пяти тысяч. Возбудили уголовное дело. Очень не любят возбуждать уголовное дело по понятной причине. Вот конфликтологи, в отличие от юристов, должны понимать. Это будешь возиться с этим уголовным делом. Там процедуры, записывать все, вести. Потом надо передавать в суд. Все должно быть оформлено. Затерз за ту же зарплату. Ну у юристов какая зарплата, как вы думаете? Она же не сельная, а повременная. То есть вы как бы своим уголовным делом принесли им дополнительную работу. Вы как бы противник, который принес печаль тому, кто будет вашим делом заниматься. Поэтому заниматься особенно не будут. Постарайтесь его куда-нибудь закрыть, это уголовное дело, и отправить в архив. А вы можете тогда обратиться в прокуратуру, написать письмо в одну прокуратуру. Если районная не сделает, в городскую прокуратуру. Если городская не сделает, можете поехать в Москву. Там прямо, если вы зайдете в Генеральную прокуратуру, вас там будут любить и уважать. И написано там объявление. Мы рассматриваем только такие дела, когда отказала городская и районная. То есть если вы не прошли вот эту районную и городскую, даже и не думаете туда. Хоть вы приедете в Москву, с вами никто разговаривать не будет. Но если вам все отказали, в Москве будут рассматривать и разговаривать. И вот вы уже на этой высоте и все, хотите получить 5000. Но как вы понимаете, вам в Москву надо съездить за этим. Туда сходить, сюда сходить. И наконец дошли мы до суда. Вот, я с вами судился. Еще неизвестно, кто из нас выиграет в суде. Будем считать, что вы. Ну вот вы выиграли. Дальше действие потом. Все, вчера состоялся суд, вы выиграли. И суд постановил взыскать с гражданином Попова Михаила Васильевича 5000 рублей, которые незаконно у вас тут забрал. Дальше, что будете делать? В любом случае ждать. Ждать и ждите. Сколько будете ждать? 100 лет будете ждать? Да. Скорее всего 100 лет. Да, 100 лет. А что надо делать? Это уже не юристы. Это уже должны быть конфликтологи. Что делать-то надо? Ничего не делать. Как ничего не делать? Конфликтологи, что ли? Подарили вы мне 5 тысяч? Ну, спасибо. Как конфликтологи есть? А, она мне 5 тысяч подарила, а у себя дома у нее висит, как она выиграла у меня 5 тысяч рублей. У меня, говорит, хобби выигрывать у профессоров. И они вот это, значит, есть у другого, у третьего. И все смеются. И тоже хорошо. Это нормально. Но некоторые все ходят, ходят, ходят. Но если вы на самом деле хотите взыскать ваши действия, это нам может пригодиться. Вот если есть решение у вас, что дальше из этого решения следует? Исполнительный лист. Что? Брать в суде нужно. Брать. То есть отдельно надо идти? Да. Судебное заседание закончилось, в этот же день можно взять исполнительный лист? Нет. 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 Вот. Человек знает. Через недельку приходите. К кому? Помощнику суда. Председатель суда. То есть помощнику судьи. У нас председатель-то один человек у нас в суде. Не тройка, как говорят раньше, тройки были, а сейчас единички. И здесь, значит, помощника. Она вам дала исполнительный лист. И куда дальше пойдете? Вот вы знаете. Давайте расскажем. Листовым пойдем. Все там, все кучи что ли вас ждут? Кому вы конкретно пойдете? В каком районе живете? Я в Приморском. В Приморском. Куда пойдете? В какой? В Приморский, вероятно. Ну, придете в Приморский что? Скажу, здравствуйте. Нет, называется, куда вы пойдете? В службу исповедения этих приставов. Каких службу? Я не помню, я не юрист. Темнота юридичных. Служба судебных приставов вы пойдете. Приходите в службу судебных приставов. И куда дальше? Вот зашли, открыли, и теперь дальше что? Ну, не знаю. Прямо, наверное, пойду. Прямо? Пойду искать ресепшн. Надо идти прямо, но прямо надо идти к старшему судебному приставу своего района. Я же не найду старшему судебному приставу. Вот приходите вы к старшему судебному приставу. Там читаете таблички, написано старшему судебному приставу Приморского района. Здрасте, здрасте. И с исполнительным листом. И что? Он говорит, хорошо. Берет у вас этот исполнительный лист, вы копию-то себе сделали? Нет? А то есть потеряется там. А ты копию сделал, и электронную копию тоже сделал. Молодец. Взял, копия есть, пришел к этому самому приставу. И вам старший судебный пристав говорит, я возбуждаю исполнительное производство. Приходите через неделю, уже будет известно, кто будет исполнять решение, этот исполнительный лист. Решение суда, если вы будете им пихать, им это не надо. Они, судебные приставы отделены теперь от судов. То есть содержание дела и исполнение, это, ну как бы вот палачи, если они отрубают голову, они не знают, правильно они отрубают, неправильно, у них работа такая. Что вы к ним приставете? Так и судебные приставы. Их такое положение, раньше они были при судах. То есть суды приняли решение, надо его исполнять. И были судебные приставы в суде. И ясное дело, что тогда суд не набирал столько решений, что их невозможно выполнить. А сейчас сплошь и рядом, когда решений гораздо больше, чем можно их исполнить в то время, которое имеется на лицо у судебных приставов исполнителя без нарушения закона. Ну вот, короче говоря, вы пришли к судебному приставу, получили вы через неделю уже, что вот будет заниматься этим, исполнением ваших законов, вот такой-то судебный пристав я. Вот приходите вы ко мне. Приходите? Здравствуйте. Здравствуйте. Что надо? Пять тысяч по исполнительному листу. Исполнительный лист? Это ваше исполнительное лист? Да, мое. Значит, я напишу виновнику письмо. Согласны ли вы добровольно выплатить такому-то, согласно исполнительному листу такого-то, пять тысяч рублей? Может, сразу в банк? Что в банк? Так, нельзя сразу. Ну хорошо. Сначала у нас порядок, мы так, молодой человек, у нас строгий порядок. Я просто неделю назад приходил, вы то же самое сказали. Ну и что? Я уже подпишу письмо. Уже написал, а скоро отправлю. Отправил. Вы приходите, ну как, спрашиваете, получили письмо? Получил, тот письмо получил. Ответ уже пришел. Согласен. Уже месяц прошел, согласен. Дальше что? А денег нет. А, денег нет. Нет, ну как, у вас нет, а там есть. Там непонятно где денег. Дальше, дальше что будем делать? Дальше будем думать. Ну думайте, когда придумаете, приходите. Ну давайте узнаем, где у него деньги. Зачем нам это знать? Я должен... Это я узнаю. Нет, это вы узнаете, а я так не могу. Я судебный пристав, я строго по инструкции действую. Я второе письмо напишу. А может быть вы взговаривали с ним? Это может вы взговаривали с ним. Я пишу письмо. Уважаемый, тратата. Согласны ли вы добровольно выполнить, исполните исполнительный лист? Что отвечает? Да. Да, хорошо. Значит, после того, как он вот так отвечает, вы делаете заявление товарищу исклонительному. Я требую, чтобы вы приняли меры. Хорошо, я принимаю меры. Какие? Штраф тому, кто должен отдать 5000 рублей. Какой штраф может наложить судебный пристав? На какую сумму, как вы думаете? Тысячу рублей. Тысячу рублей, да. Тысячу рублей. И что ему тысячу рублей? Ну, наложили на него штраф. Все? Все. Вы же хотели получить 5000, а получили ничего, а штраф просто наложили 1000 рублей. И он 1000 рублей уплатит. Дальше что? Дальше опять начинать то же самое. Дальше? Можно в налогу купаться. Что? Можно в налогу купаться. Идите куда хотите. Чем куда-то вы в другое место уйдете, нам судебным приставам только лучше. И так далее. Это Канетель. Вы Мавроди знаете? Умер уже. Ну, слышали? Ну, я не познакомлюсь. Он умел бы никому или миллиардером? Ну, я не знаю. И вот этот миллиардер, у него забрали миллиарды? Нет. Нет. Что с ним сделали с этим миллиардером? А он миллиарды забрал у людей обманом. Что с ним сделали? Ничего. А вот судебные приставы потом начали его приглашать на несколько дней на какие-то принудительные работы. Сначала у него тысячи рублей брали, еще тысячи рублей у Мавроди, который миллиарды взял у людей. Взять с ним тысячи рублей. А потом он на принудительные работы. А дальше и ничего. И так он вроде умер богатым и счастливым. Никто у него ничего не забрал. А еще один миллиардер, который 7 миллиардов в Москве у москвичей забрал. Полонский. И поехал в Камбоджу. И там, значит, хулиганил. И требовал, чтобы его сделали гражданином Камбоджи, чтобы уйти от правосудия российского. А камбоджийцы что? Сказали, давай миллион долларов, и мы сделаем тебя гражданином Камбоджи. Он так, и он нас стал у них там хулиганить. А они его тогда раз и выдали России. И что сделала с ним Россия? Ничего. Я видел, как он на телевидении выступает и высказывает свое мнение по экономическим проблемам. Собственными глазами. А денежки где? Нету. Нету, срочные. Нету, вообще нету. Нету у тех, у кого он взял. А у тех, у того, кто взял, есть. Я беру с исполнительной листью. Слой. Иду искать в банке, где деньги у этого. Пяти тысячи. А вы что, хотите работать с судебным пристом исполнительным? Приходите к нам. Да, мы вас примем. А на общественных началах такие дела не делаются. Никто у вас в общественном порядке, вы ничего не можете, не имеете права. Вот и все. Короче говоря, значит, если мы попадаем в такой юридический всякий коллизий, хотя выход из этой ситуации есть, вообще-то есть, но об этом вам никакой исполнитель не скажет. И не скажут люди из этой юридической системы, потому что выход один, что можно в связи с невыполнением решения суда систематическим возбудить уголовное дело. Это написано где? В другом совсем документе. В уголовном кодексе надо читать. Уголовный кодекс, а не административный. Вот в уголовном кодексе там написано, что может быть возведено в уголовное дело в связи с систематическим невыполнением решения суда. Но не любят это судебные приставы. И вообще никто не любит. А следователи любят, если к ним придат, за ту же зарплату приходит другая работа, еще дополнительная. Тоже не любят. Поэтому они любят закрывать уголовные дела и куда-то их в архив отправлять. Поэтому это все очень трудное и сложное дело. Поэтому давайте выразим свое сожаление и уважение к деятельности людей, которые занимаются юридическими всякими делами. Потому что это дело кропотливое и очень часто бесполезное. Ни к чему не приводит. Поэтому мы с вами должны научиться различать между тем, что написано в законе, чего нельзя делать. И тоже еще различать, чего нельзя и какая там ответственность, насколько нельзя. И второе. И тем, что нужно делать. Поэтому, товарищи конфликтологи, ваша задача – объяснять людям, как грамотным специалистам, вы как грамотные специалисты должны объяснить простым людям, что нужно делать в той или иной ситуации, когда складывается конфликтная ситуация. Поэтому не надо мне будет на зачете писать, что там написано в законе. Потому что я с вас буду спрашивать, что надо делать. При том, что это написано в законе, такая ситуация, что вы советуете делать, рекомендовать. Правильно? Кто вы такие? Вы люди, которые умеете разрешать конфликты. Вы будете разрешать конфликты по какой линии? Конфликт можно разрешить в пользу реакционных сил, а можно в пользу прогрессивных. Так вы в какую пользу будете? А как решили разрешать? В сторону прогресса или в сторону регресса? Прогресса. Вот она решила в сторону прогресса. Другие не обозначили пока свою позицию. Вот она в красном платье, и она уже решила, что она будет биться за прогресс. А все остальные молчат. Смотрите, как они даже не смотрят на меня, вот там, в задней ряды. Не смотрят, они думают, какую же им позицию занимать. Хотя я хочу сказать, что у нас был такой международный конгресс, конфликтологов там, я на нем выступал, и члены этого конгресса приветствовали такую постановку вопроса, что конфликтологи должны думать не о том, а бы как-нибудь бы разрешить бы этот конфликт, а чтобы разрешить его по линии усиления прогрессивных тенденций, а не реакционных. Это вот методологическая установка. Поэтому то, что я вас буду спрашивать, будет касаться не того, что написано в законе, а как при том, что написано и другие всякие обстоятельства, надо действовать сторонам этого конфликта. Причем вы можете давать советы хоть одной стороне, а хоть другой. Но и той стороне противоположной вы тоже можете давать совет в той или иной степени. Правильно? Потому что у каждой стороны есть свои интересы, и интересы могут быть противоположны. Не говоря уже о том, что строго говоря, никаких конфликтов в законодательстве нашем нет. Нету. Никаких. Нету такого слова. Во-первых, в нашем законодательстве нет слова конфликты. Во-вторых, нет слова коллективы. Обыщите. Все можете обыскать. Весь корпус право. Не найдете там слово коллектив. Его убрали. Но есть коллективные переговоры. Вот здесь. Коллектива нет, а коллективные переговоры есть. Есть коллективные трудовые споры. Коллектива нет, а коллективные трудовые споры есть. То есть он как бы незримо здесь присутствует, и можно сказать, даже в этих определениях присутствует, а как существительное его нет. Это говорит о том, что он есть, но он как бы тут не фигурирует. А он был, вот был, то есть, во-первых, наше вот это законодательство, о котором мы говорим, связанное с разрешением коллективных трудовых споров, конфликтов, оно датирует три этапа, предполагает три этапа. Первый этап, это этап с 17-го года, появление новой социалистической законности, которая с начала батоков становлений и до горбачевских времен не было никакого законодательства о забастовках. Никакого. Почему? Значит, товарищи, которые этим занимались, опирались на следующее положение, которое Ленин выдвинул. Когда Ленину, как председательству наркома, пришли и доложили, что вот рабочие такой-то фабрики объявили забастовку. Он говорит, ну, тут два варианта. Или мы что-то делаем неправильно, а люди протестуют, не согласны с этим. Надо пойти и исправить. Второй вариант. Мы все делаем правильно, а они не поняли. Надо пойти и разъяснить. И все. Два варианта. Исправить, если вы не правы. А если правы, идите и разъясняйте. Ну, если вы правы, ну, можете народу объяснить, что вы правы? Почему вы замкнулись и не ходите? Вот Ленин ходил по заводам и разъяснял правильность политики. А кто еще ходил по заводам? Ну, Киров ходил. А вот это сейчас принято, чтобы кто-нибудь пришел на завод и что-то объяснил? Не принято. Поэтому, вот задача конфликтолога, как раз вот эту задачу и решать. То есть, давать правильные советы, рекомендации, разъяснять. Но в Горбачевские времена появился закон, и я об этом уже говорил в прошлый раз, о порядке разрешения коллективных трудовых споров в скобках конфликтов. В скобках конфликтов пришел Гельцин, который уничтожил Советский Союз. Советский Союз в каком году уничтожили? В 1956. А? В 1965 или сейчас? Ну, это вы путаетесь в показаниях. Сейчас, подождите. Смотрите, у нее ее в голове нет, а есть бумаги. Это товарищеская критика. В 1961. В каком? В 1961. А что в 1961 было? Сергей Ильич Хрущев на 22-м съезде ПСС заявил о прекращении класса взрыва. Нет, он это не заявлял. Не надо на него направь его взвать. Он заявил о том, что диктатура у Плитриата уже перестала быть необходимой. Вот это было. В 1961 году. Вот это было. А вот что касается таких вещей, как установление законодательства о коллективных судовых спорах, оно началось в Горбачевские времена. Горбачевские – это с 1985 года. В 1985 год. Вот началось. Появился такой закон. В редакции вот этих лет. А потом Ельцин убрал этот закон вместе с тем, когда был убран СССР. СССР в каком году был убран или уничтожен с подачи Ельцина. Вот Ельцин разогнал Верховный Совет. Прежде чем он его разогнал, он использовал Верховный Совет, чтобы Верховный Совет принял решение. О чем? Что на территории России союзные законы не действуют. Это что означает? Если на территории России не действуют союзные законы. Есть СССР или нет? Нет СССР. Это было принято в 1900... В каком году? В 1991? Нет. В 1991. А в 1991-м более хитрый Вербачев собрал еще и референдумы. И на него хитрый вопрос поставил. Вы за обновленный Союз Советских Социалистических Республик, как Союз Суверенных Государств. А у нас Советский Союз это был Союз Суверенных Государств или Союз каких государств? Никто не слышал, как гимн пелся, Советский Союз нерушимый, республик... А вы нерушимый или свободный? Свободный. А что значит свободный? Вот вы выходите замуж, вы свободно будете выходить? Или... И суверенными останетесь? С мужем. Два если суверенных, это семья или не семья? Это не семья. А если республики суверенные, это что такое суверенные? Никто не обязан выполнять никакие общие законы. То есть элементарная подмена слов. В 1991 году людям предложили проголосовать. Вы за обновленный Союз Советских Социалистических Республик, как Союз Суверенных Государств. У нас суверенные вон, поезжайте на бывшую улицу Воинова, Шпалерную, и там вы увидите дворец, который Екатерина подарила Потемкину. Вот в этом Потемкинском дворце сидит СНГ. А СНГ – это Союз Независимых Государств. Суверенный – это и есть Независимый. Союз Независимых Государств представляет собой государство единое? СНГ? Нет, конечно. Это такое собрание, где сидят люди, которыми ничего не делают, ничем друг другу не обязаны. Ну так, ничего плохого. Вот здесь все присутствуют. Мы здесь с вами суверенны или нет? Ну мы суверенны и все. Вы меня спрашиваете, когда потом пойти после лекции? Я что-то ни разу не слышу, чтобы ко мне подошли бы, как в детском садуе, и спрашивали, Михаил Васильевич, можно мне пойти домой? Так вот никто не спрашивает. Может быть, мы заведем новые порядки какие-то? Но пока предложения не поступили. То есть мы все суверенны. Суверенны – это и означает. Нету. Поэтому и вот это придумали, назвали «Днем свободной России». Меня однажды один гастарбайтер поздравлял за это. И Михаил Васильевич, «Днем свободной России». Я говорю, что свободной от кого? От Узбекистана, что ли? От Таджикистана, от Туркменистана? От кого свободной-то? Вот чудеса. Так вот, в 90-м году Союз был уничтожен, а при Горбачеве был принят уже новый. Ой, простите, при Ельцине, соответственно, в России. Нужен был новый российский закон. Аж суверенная теперь держава. Вот суверенная держава приняли новый закон о порядке разрешения коллективных судовых споров. И слово «конфликтов» в скобках выбросили. Поэтому конфликтов у нас, как считают граждане-юристы, в обществе нет. Поэтому ваша вообще специальность вся злобная такая, подрывающая. Самый фундамент юриспруденции нашей. Вот вы так вот выглядите, так симпатично. А вы же конфликтолог. Это как бы злодей. Потому что у нас же нет никаких конфликтов. А вы конфликтолог. Значит, они есть. Вы их что, разжигаете специально? Раздаете? То есть целую группу набрали. Вот Александр Иванович чем занимается? Наполодил тут этих конфликтологов, и за них везде конфликты. И они распространяются на всю страну. Это ужас. Надо с ним поговорить. Может, мы это прекратим в конце концов? Можно подождать пару лет, мы закончим, диплом получим. Тогда прекратим. А это стратегический план. Давайте его сегодня принимаем, и потом постепенно так воплощаем. А пока будете сдавать еще. Все. Сейчас будете еще сдавать по конфликтам. То есть этот план... Ну, мы договоримся с вами как-нибудь. Сейчас же время такое. И так далее. Короче говоря, юридически нет конфликтов. Но мы-то понимаем, что это такое. Потому что мы с вами не юристы. Поэтому изображать... Еще раз прошу вас из себя юристов не изображать. Особенно на зачете. Потому что это сразу понижает вам шанс на получение зачета. Потому что вы должны отвечать не на вопрос, что написано. Написана всякая чушь. В том числе. Например, что такое зарплата? Как вы думаете, что здесь написано? Зарплата. Что такое? Кто скажет? Нет, не что вы. Вы-то знаете, что такое зарплата. А вот что тут написано? Не догадаетесь. Дельная пола труда. Это формы. Вы не путаете... Вообще путаете формы, оплаты. И что такое зарплата? Зарплата что такое? Компенсация за труд. Как? Компенсация. А что тут компенсировать? Почему я надо его компенсировать? Это что, плохое, что ли? Вы что-то хорошее сделали, трудились. Я вас поздравляю, приветствую. Знаете, какая компенсация, что вам нужна? Что наглым работодателям... Вы на чужой технике работали и целый день катались. И хотите, чтобы я вам это компенсировал? Ну, народ наглый пошел. Сидите дома, и никто вам не надо будет компенсировать ничего. Компенсацию за труд. Нет такого. Я сейчас спрашиваю, что тут написано. Надо догадаться. Но это вы угадываете. Не угадали. Вы что-то хотели сказать? Оценка труда. Оценка. Отлично вы трудились. Идите домой. До свидания. От денег, одно зло. Все зло от денег. Конвертируемый валюту в человеческий труд. Ух, труд коронавирует в валюту. С ума сойти. Это есть... Где это конвертирует? Где этот обменник? Предприниматель решает. А, на заводах есть обменник. Конвертируемый валюту в человеческий труд. То есть зарплата, то есть капиталистов у нас нет. Потому что вы труд просто конвертировали в валюту. А эти остались ни с чем капиталисты. Потому что у них ничего не остается. И вы же труд конвертировали полностью. Или вы сразу так сконвертировали, что вы получили с гульки нос. А тот человек, который конвертировал, получил почти все. Знаете, сколько сейчас составляет зарплата по отношению к созданному продукту? В целом 40... Сейчас скажу. К 8 часам 40 минут. За 40 минут в России работник создает эквивалент своей зарплаты. Вот вы конвертировать будете. Если вы весь труд конвертируете, да вы хотите уничтожить. Вы страшная революционерка. Вы хотите уничтожить капитализм, всех капиталистов пустить по миру. Потому что вы им ничего не оставляете. Ну если я вот работаю у него, он где-то конвертирует мне то, что я наработал. А сам остался ни с чем. Он на общественных началах директор нашего завода. И собственник на общественных началах. Бессребренник. У него там что-то есть, какие-то старые запасы? Бомжую просто. Бомжует, да. Не проходит вашу... Еще какие варианты? Денежки, которые платят за работочку. А? Денежки, которые платят за работу. Хорошо, я вам за вашу работу плачу копейку. С размерами деньги, которые платят за работу. А это размер на вашей работе как раз. Ну так я и не работаю на вас пока, копейку тоже хорошо. Нет, как раз вы работаете. И копейку вы заработаете. Так вы же на меня работаете только что? Нет, это вам кажется, что я. Мы же просто еще до зачета не дошли. А там вы увидите, кто на кого работает. Это сейчас у нас такой разговор. Всегда бывает такое. Говорят, говорят, говорят. Потом раз. Зачет. Пок. И не зачет. Так что? Что такое зарплата? Все не слышали такого слова? Поняли. Зарплата. Вот. А это вот что бы Гегель по этому поводу сказал, что известная еще не есть поэтому познанная. Почему так Гегель говорил? Потому что кто же, говорит Гегель, кто же будет думать о том, что и так всем известно? Ну зарплата всем же известна? Ну раз известно, она же с детства известна. Зарплата, зарплата. Никто ее не задумывал. Если было что-нибудь новое, тогда бы вы начали думать и придумали. А тут вообще вы не думали на эту тему. Но вы можете прочитать. Можно я вам скажу, что тут написано? Можно. Вознаграждение за труд. Так кто-то же сказал на последний период. Никто не сказал. У нас записывается все. Нет, 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 нет. Вот на этот случай она все записана. Поспорим, что не было. Насколько? Распорим, что было. Я со студентами на большую сумму не могу. На 100 рублей. Давайте на зачет спорить. Не на зачет. Михаил Васильевич не надо, я сказал. Все, разбили. Все. Михаил Васильевич, что увидите. Все увидите. Это будет выложено. Да, хорошо. Да. Будет выложено. Посмотрим. Тут чисто сердечное признание. Микрофон. Значит, написано тут следующее, что зарплата – это вознаграждение за труд. Так? Значит, смотрите, что получается. Человек, работник в нынешней России, за 40 минут создает эквивалент своей заработной платы. И потом еще, все остальное время, то есть 7 часов и 20 минут, работает, создавая богатство капиталиста, хозяина средств производства. Так? То, кого вознаграждает, спрашивается. Рабочий вознаграждает капиталиста или капиталист рабочего. Если рабочий создают богатство за 8 часов столько, что из них он получает только эквивалент 40 минут своей работы. Кто кого вознаградил? То есть капиталист получает вознаграждение за труд рабочего, за то, что он его нанял и пользуется его трудом. Вот вознаграждение у него получается 7 часов 20 минут. А у рабочих-то какое вознаграждение? Ничего себе вознаграждение. Отняли у него плоды его труда. На каком основании? Вот был, когда был феодализм. Вот если я у вас хозяин-барин, это значит, крестьяне кому принадлежат? Если вот вы крестьянка, вы мне принадлежите или нет? Если вы барин, да. Вот. А если нет? А если вы, я не барин, а капиталист? Вы мне принадлежите? Ой, не знаю. Как это не знаю? Нет. Вы свободный человек. Вы не знаете, что была великая французская буржуальная революция? Она освободила от феодальной зависимости. То есть капиталист, собственник над кем? Над станками, над железом. Но не над людьми. Он не командует ими. Поэтому у нас человек, у нас поэтому, именно поэтому, вот надо это понять, поэтому в Конституции, хоть за нее никто не голосовал, а она по факту Конституция, по факту на нее ссылается, и вот по факту у нас по Конституции забастовки разрешены и предусмотрены в 37-й статье Конституции. Почему? Потому что у нас труд непринудительный. Я не могу вас заставить трудиться. Вы можете согласиться на условия или не согласиться, а заставить вас я не могу. Никакими законами. Нельзя заставить. У нас нет принудительного труда. Конечно, когда вы одна поступаете ко мне на работу, ну вы понимаете, что вы за мной будете спорить. У меня огромный завод, и я миллиардер. Вы кто такая? Но когда вы все вместе собираетесь и выставляете определенные требования, то что я такое могу сделать со всеми своими миллиардами, с железом? Ничего я не могу сделать, потому что если вы не будете на эти условия соглашаться, вы ставите свои условия, то я в той или иной форме вынужден эти условия принимать. На самом деле, заработная плата получается, это не просто так берется, придумывается, зарплата является результатом того, что состоялась некая сделка. Вы продали свою рабочую силу. На сколько вы продали ее? На 8 часов. Продали. Что вы продали? Себя или рабочую силу? Рабочую силу. И ничего больше. И продаете вы на время, а не навсегда. И не человек продается, а продается рабочая сила его. А что такое зарплата? За какую цену вы будете работать? Это цена рабочей силы. Заработная плата, и это цена рабочей силы. Есть стоимость рабочей. Если рабочая сила стала товаром, то, следовательно, у нее есть стоимость и есть цена. Стоимость это вы можете считать. А у меня денег нет, я много платить не могу. Идите и ищите другого. А мы с другим-то договоримся, чтобы он больше-то не ставил. И поэтому, а чтобы легче было договориться, что нужно делать работодателям? Как говорят работодателям? Здесь записано работодателям, капиталистам. Что нужно договориться? Договориться, что больше такой величины не соглашаться покупать за эту цену рабочую силу. Правильно мы будем действовать? Как капиталисты. Стратегия правильная? Ну да. А кто будет платить больше, тому настучим по голове. Кому? Не рабочим. А кому? Коллеге нашему. Чтобы он не сбивал уровень наших доходов. Правильно? Потому что тот капиталист, который повышает зарплату рабочим, он отступил от нашей корпоративной договоренности. Скажите, пожалуйста, зачем делать безработицы? Безработицы искусственно делают, или она естественно возникает? Ну как вы думаете, безработицы? Что такие дураки, капиталисты, они не могут посчитать, сколько нужно рабочих мест, чтобы занять всех имеющих способных к труду? Ну тогда искусственно. Ну конечно искусственно сначала. А зачем я делаю искусственно? А потому что вот вы придете, начнете тут права качать, а за вами, вот смотрите, сколько? Раз, два, три. Так, выходите на это место? Так, вы уходите, уходите, все. Не хотите? А вы? А вы хотите. Ну кушать захотите, тогда придете. А вон там еще товарищ сидит. Вы кушать хотите, товарищ? Ну сегодня-то не будете вы кушать. Завтра может быть. Потому что этого все равно, вот я уже не допускаю водоработы. И все. И у вас за спиной все время есть безработные. И у всех сегодня за спиной есть безработные. За исключением уникальных каких-то специалистов, вроде конфликтологов. Ну вот. Уникальных, кто что не найдет. Я все равно, как конфликтологи сидят. Но у вас другая трудность, скажут, у вас тут нету. Нет конфликтов у нас. Вы говорите, есть. А тот человек скажет, а нету конфликтов. Тут вы взяли, с Конституции нет. Тут нет. Покажите мне, где есть конфликты. Это ваши там пишут преподаватели. Мало ли чего они пишут. Вечно все интеллигенции что-то придумывают. И вы хотите, ведь на какую стезу вы вступили? На скользкий лед. Так. Дальше тут еще есть интересные достижения юридические. Например. Тут написано, работодатели. Вот я вас нанял на работу. Да? И вы у меня работаете. Вы у меня не работаете больше. Вы не слушаете. Вы у меня работаете. Я вас нанял на работу. Вы мне работу даете свою? Я вам... Работу даете свою мне? Я вас нанял. Даете? Да, даю. Ну раз даете, значит, кто, если вы даете работу? А? Кто вы тогда? Я рабочий. Какой вы рабочий? Раз вы даете работу, вы работодатель? Да. Логично? Раз, логично. И если я водитель автобуса, а вы все у меня на автобусе. Видите, как раз впереди сижу, только почему-то лицом к вам, а должен быть туда. А мне там, не важно там. Разве автобусы. На автобусе. На автобусе. На автобусе. Интересно. Так? Вы же, если сидите на автобусе, а я водитель, я же вам работу даю непосредственно. Потому что, вот скажем, если это какие-то продукты материальные, то их вы непосредственно даете другому человеку, а он через продукты. Он платит этот продукт, съест, и тогда он, получается, что я ему дал свою работу. То есть, если я на автобусе вас везу, начайте кричать, вы не бревна везете. Вы там поосторожнее. Так? Можете привернуться, пожалуйста. Я работодатель. А здесь работодателем кого называют? Вот здесь. Кого? Получается, те, кто сидят в автобусе. Называют работодателем собственника средств производства. Называют работодателем того, кто берет вашу работу. То есть, работовзятеля. Грубо говоря, если я капиталист, а вы ко мне нанялись, я работовзятель. Я у вас беру вашу работу и плачу деньги. Кое-какие. По цене вашей рабочей силы. Какая установилась? Не по стоимости. По стоимости, может, вам 900 тысяч надо давать. По стоимости нет. Идите, ищите, ищите. Обыщайтесь. Мы не для этого создавали союз промышленников-предпринимателей, для того, чтобы цена такой была большой. Правильно? А кто будет промышленников-предпринимателям цену больше устанавливать, не будет ни промышленников, ни предпринимателей. У нас есть свои средства. Мы к рабочим хорошо относимся, но своих коллег мы поставим на место, если будут повышать цену рабочей силы вашей. Правильно мы уявляем? Ну вот. Поэтому вот здесь придуманы эти самые работодатели. Короче говоря, и с этой точки зрения, и с юридической точки зрения. Теперь, раньше писали так, еще в предыдущем кодексе, что есть предприятия, естественно, выпускающие промышленную продукцию, там, сельскохозяйственную продукцию, и есть организации всякие, конструкторские, вузовские, научные и так далее. Слово предприятия вытравили отсюда. Нету предприятия у нас. Ни одного. Фабрик, заводов вы здесь не найдете. Нету фабрик, нету заводов. А что есть? Организации. Как будто бухгалтерия организации, институт организации, фировский завод организации. То есть, все это организации под одну гребенку. Хотя есть большая разница, правда? Еще какие тут есть достижения такого рода. Значит, раньше вели переговоры работники с администрацией предприятия или организация. Есть администрация. Вот у нас есть администрация. Кто у нас глава администрации нашего института? Ректор. А? Ректор. Института нашего. Ректор у нас не института. Ректор института философии. Ну, кто у нас? Домик Сибири. Сергей Иванович, вот он глава администрации, он директор. Тут все понятно. А нет тут ни предприятий, ни институтов. Все организации. И поэтому работодателем являются не конкретные люди, а, казалось бы, логично было считать, что работодатель тот, кто вас нанял. Кто вас нанял? Вас капиталист нанял? Или вот это вот некое аморфное образование, которое называется теперь, раньше называлось предприятие или институт, а теперь называется работодатель. То есть работодатель, согласно вот этому закону, это не человек. Может быть, один человек, если это, знаете, как бывает, один человек предприниматель. Вот если это предприятие один, а не через организацию, тогда он, конечно, и работодатель. А во всех остальных случаях работодателем выступает вот любое юридическое лицо. Какие есть у нас юридические лица? У нас есть ООО. Знаете, что это такое? Что это значит? Что это значит? Правильно. А в чем ограничение-то? Потери капитала, которые вкладываются в открытие этого дела. В случае программы. Значит, я могу с вами поделиться. Я вот долгое время был директором и собственником ООО, редакция газеты «Народная правда». Есть газета «Народная правда». Это средство массовой информации. Оно имеет право на издание. Если зарегистрировано, вот у нас зарегистрировано «Народная правда» в Министерстве печати и информации Российской Федерации. А для ведения хозяйственной деятельности, то есть платить зарплату, покупать бумагу, заказывать газеты, оплачивать, создается какой-нибудь орган. У нас был такой орган ООО, редакция газеты «Народная правда». И поскольку мы в 1991 году создали это ООО, то в этом ООО у нас был капитал 40 рублей. Потом, значит, сложно проходило это все. В итоге у нас менялись собственники. И я оказался единоличным собственником с капиталом 37 рублей. Я ограничен, получать деньги или переправлять, или в каких-то операциях? Никаких. То есть миллиард я могу получить на счет, и миллиард могу отправить на счет. Но никаких миллиардов, как вы понимаете, такой газеты не было. Поэтому я постарался избавиться от этого обузы. И теперь эту газету издателем считается фонд рабочей академии, он тоже зарегистрированная организация. И все равно надо сдавать налоги, ходить в налоговую инспекцию, платить там деньги. И чтобы два раза это не делать, я этот капитал бросил 37 рублей. Не знаю, печалится мне или не печалится. 37 рублей потерял. ООО. Кроме ООО, есть ОАО. Это что такое? Это открыто. Это что значит открыто? Это значит, что можно... Акции... Публичные. Они идут, но это меняет только название. Потом публично ПАО. А сама-то величавая выступает будто ПАО. Значит, это теперь... То есть они публично можно купить какие-то акции или можно выпустить дополнительные акции бабушкам из Сибири, чтобы они не могли приехать на собрание акционеров и ничего не решить. Есть закон об акционерных обществах, по этому закону. Я вот вам юридические вещи рассказываю. Я же сказал, что мы не этим будем заниматься. Я поэтому вам и рассказываю, что вы это все не этим будем заниматься. Это не важно. Не этим. Вот это не слушайте, не запоминайте. Да, и не запоминайте это все. Так вот, по закону об акционерных обществах собрание акционеров является действительным, если на нем присутствует большинство акций. Допустим, у меня 1500 акций, а у вас вот здесь сидящих всех 150. А всего у нас в акционерном обществе 2000 акций. А у меня 3000 акций. Ну пусть 10 тысяч. Пусть 10 тысяч акций будет. 10 тысяч распространены по всей стране, по всей России, необъятны. И вот тот, кто ведет реестр акционеров, он всем разослал письма. Такого-то числа, вот у нас здесь, по адресу неделя Искрения 1.5, состоится собрание акционеров в 155-й аудитории. Конечно, эти акционеры, у кого есть одна акция, они, конечно, собрали все свои чемоданы и поехали в Ленинград. Короче говоря, не пришло больше половины акционеров. То есть присутствует меньше половины акций. Надо, если 3000, значит 1500 с гаком, 1501 и далее. Они пришли. Тогда это собрание недействительно. И так они первое обычное собрание и проводится как недействительное. Второе собрание считается действительным, независимо от количества акций, которые на него пришло. Поэтому это все знают. Заряжается потом второе собрание, снова всем рассылается. Опять, любые бабушки могут приехать из любой муторакани и здесь выступить и проголосовать. Вот сижу я, у меня полторы пищи акций, и у вас 50. Так, кто будет председателем собрания? Голосуем. Кто будет председателем собрания? Ну, уже понятно. Кто сидит, тот и председатель. Так, дальше. Я предлагаю... Вы же акции имеете, да? Имеете. А кто, кто имеет акции, может получать дивиденды. А сколько платить дивиденды? Это решает акционерное собрание. У меня такое предложение на рассмотрение. В этот раз дивиденды не выплачивают. Впрочем, как и в прошлый раз, и позапрошлый. А просто взять и премию дать руководству в объеме вот этой всей суммы дивидендов. Кто руководствует... У вас глаза есть? Смотрите, видите, да? Кто руководствует. Вот даем премию. Кто за? Ну, вы же понимаете, что у меня тысячи... Вот даже никто не жалокнулся. Потому что грамотные люди. Ну, что вы будете поднимать? Ну, что вы будете... У вас 50 акций, а у меня 1500. Кто выиграл? Все. И все, что надо, решаем. Вот так у этого самого известного вам, Грудинина, у него 55% долей. В так называемом совходе. А в гражданском корпусе написано. Вот название, как вы назовете? Хотите, Гегеля назовите там, Гегелем, Лениным, Марксом. Хотите, чего хотите, напишите. Октябрьской революции. Но это ЗАО, закрытое акционерное общество. Там же купить даже нельзя ни одной долей. Только вот вы были, с долями сложились, но у меня 55% акций, а еще есть мои дружки. Вот вы у меня дружок, и вы у меня дружок. Вот у нас у троих. Мы договорились, и все это проводим. А вы, дорогой товарищ, умылись. Ну, вначале что, коммунизм настанет. Да, мы такие, чтобы вы меньше выступали, назвали наш совхоз имени Ленина. Можем Сталина назвать. Что хотите, что хотим, как хотим. Никто не запрещает. То есть гражданский кодекс, вот эту вот строчку, название этой организации, какую хотите вставьте, она не имеет никакого значения. Ну, кроме обозначения. Вот, кстати, мы издавали нашу газету «Народную правду» в типографии, в Санкт-Петербургском газетном комплексе, в филиале Ордена Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени первая образцовая типография, город Москва. А теперь раз и обанкротился этот самый Санкт-Петербургский газетный комплекс. Поэтому мы другой типографии издаем, которая называется просто «Девиз». И никаких там разговоров. А какая разница? Никакой. Как хотите, называйте. Главное, чтобы печатали газету. А чтобы печатали газету, что нужно? Деньги нужно. И иметь право свидетельства о регистрации газеты. Без свидетельства о регистрации вы можете напечатать, каждый из вас, пожалуйста, до 999 экземпляров. Печатайте газету, нет никаких ограничений. Как хотите, называйте. Моя конфликтология, мои конфликты, конфликты и я. Все хотите. 999, к вам нет государства, претензий не имеет. 1001, без регистрации напечатали. Будете нести ответственность? Какой-то грошовый ответственный. Ну будете. То есть как будете? Если кто-то придерется. Возможно, никто и не заметит вашей 1001. Тем более, что вы будете говорить, что вы напечатали 998 экземпляров. А где вы печатали, тоже теперь неизвестно. А кто спрашивает, где печатают то, что меньше 1000? Никто и не спрашивает. Никто не занимается этими мелочами. Делайте, что хотите, у нас свобода. Что хотите, делайте. Главное, не мешайте нам получать прибыль. А вы нам ничем и не мешаете. Можете про меня писать, что хотите. Но 999 экземпляров. Только напечатайте. Затаскаю. Как только будет 1001. Так. Вот, значит, что надо понимать, когда вы, как конфликтолог, общаетесь с законом. То есть закон это, ну вот, ну вот вы ходите, идете по коридору. Вы же не будете в стену вот так вот идти. Не будете. Особенно, если у вас нет гранаты. Правда? Если есть гранаты, другой разговор там. Ну и прости. Но так вот не пройдете. Поэтому вы вот так идете. Потом так можете завернуть. Короче говоря, вы должны знать, где можно ходить. А вот куда вы идете, вот это должен сказать конфликтолог. Куда идти трудящимся? Куда несчастному народу податься? Вот вы советчики, народные заступники. Вот что такие конфликтологи. Ну вы, может быть, заступник этого работодателя. Я кого надо, тому и того и заступник. Ну от кого больше получите, того и заступник. Кого люблю больше. А тогда и полюбить. Ну любовь-то у вас, она на чем построена? Я же понял. Ну за другой же давай. То есть, либо так, либо так. Кто не за один класс, тот за другой. Как говорится в книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Когда там часовой стоит крестьянин бедный, у него уже подкатится градом. А его, как бы из какой-то интеллигент-революционер, как он себя считает, «Я, говорит, за вас погибал, боролся за вас, пропусти меня». А этот крестьянин говорит, «Не пропущу». Потому что есть два класса. Кто за один, кто за один, тот не за другой. И все. И не пропустил. То есть, конфликтолог, если ставить вопрос теоретически, он должен с чем заниматься? Он должен разрешать противоречия в сторону общественного прогресса. Это тоже, конечно, допускает разное понимание, что считать прогрессом, что считать регрессом. Но на эти темы мы с вами отвечали в курсе философии. Можно сказать, и оценки вы получили очень высокие. Поэтому теперь говорить, что мы не знаем этого, ну просто даже я не знаю как. Это даже уже неприлично будет. То есть, вы знаете, что такое прогресс, что такое регресс. И я так понимаю, что присутствующие находятся на стороне прогресса. А прогресс, это тоже исторически по-разному понимается. Было время, когда буржуазия была прогрессивной. Было время? Было. Все это, весь период становления буржуазных государств, вся эта эпоха становления буржуазных государств была прогрессивной эпохой. Буржуазия была действительно прогрессивной. Она, можно сказать, в интересах народа выступала. Почему? Потому что она выступала против крепостного права. И вот она покончила с тем, что называется личной зависимостью. Вот такой ситуации, что вы бы от меня лично зависели, нет. Независимо от того, кто я. Неважно, на каком я месте сижу, и какую собственность я имею, и на что, на какие средства. Собственность на человека была уничтожена. А тянулось это столетиями. Сначала была собственность на раба, потом была собственность на крепостного, и можно было не так уж давно, 200 лет назад, не так уж давно, можно было купить крестьянина или крестьянку с семьей, без семьи, землей, без земли и продать. Вам не нужна крестьянка молодая, способна, комплектовать? Нужна. Нужна? Это очень дорого будет. У вас таких денег нет. Мы обговорим, вопрос. Мы нечего обговорить. Я запретительные поставил цену. Семнадцать миллиардов. И все. А чего семнадцать миллиардов? Долларов. Вы же на другом языке не разговариваете. Зеленых. А в Зимбабве тоже зеленые. Ну вам, ну несите зимбамдийские, будем разговаривать. Ну мы поговорим. Вот, то есть был такой период совершенно определенный, когда я был прогрессивный класс, и это по интересу прогрессивного класса нужно было разрешать. Сейчас вот вы видите просто по характеру нашего экономического развития. Какие темпы у нас росли? У нас цифровая экономика. Цифры какие? Ноль, 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 ноль. Цифровая. И еще цифровая экономика. Значит, в Соединенных Штатах Америки обсуждают сделать ли ключевую ставку от двадцати пяти до двух с половиной процентов. А у нас, вот прямо сегодня я открываю российскую газету, мадам Набиулина, руководительница нашего Центробанка, она обсуждает, сейчас еще понизим на ноль целых двадцать пять сотых. И у нас на уровне семи процентов ключевая ставка. И вот, чтобы получить кредит, наше предприятие должно пойти не в Центробанк. Центробанк никому не дает кредиты, ни физическим лицам, ни юридическим. Надо пойти в коммерческий банк. А коммерческий банк чем занимается? Берет кредит у Центробанка по ставке вот этой ключевой. Добавлять свои семь. И вот под четырнадцать примерно пятнадцать готов предоставить предприятиям. А предприятия, если возьмут этот кредит, то сколько они, а у них какая прибыль? Не больше десяти процентов. Не более десяти процентов норма прибыли. То есть отношение прибыли к капиталу. Ну и кто это будет брать под пятнадцать, когда прибыль получит десять? Значит, если он все-таки на это пойдет, чтобы отдать банку, что нужно сделать? Надо начать продавать аксивы. Ну и так некоторые по этой дороге идут, пока не радарятся. Потому что иначе отдать нельзя. А есть другой способ. Банк может, хорошо, мы вам даем, а вы на лучше надеетесь. На всякий случай я говорю, давайте вот залог. Вот как Ельцин действовал. Ельцин говорит, дай денег вот этому банкиру. Слушай, дай денег. Денег не стало у государства. Дай денег. А он вообще как не знает, даже как не слышит. Дай денег. Денег дашь? Под залог. Денег, да? Завод даю. Даю завод. Уралмаш. Уралмаш. Ну, два, на черт с тобой. Три завода. Вот, давайте поговорим. Давай. Дай пять миллионов. Ну, чего пять миллионов? Рублей. Рублей? Каких? Наших. Русских? Хорошо. Ельцинских. Я передам. Да. Все. Ну вот, мы договорились. Вот так это называется залоговые аукционы. Так основная часть, так называемых, приватизированных предприятий государственных ушла таким образом, что их объявили, так сказать, залогом. Ну, а вы знаете, что если вот я, он, отдать-то я не могу, мне пять миллионов, я сразу их истратил на разные дела. И все. Значит, он тогда приходит и забирает, в соответствии с этой сделкой, забирает завод. Потом второй завод, третий завод, четвертый завод. Поэтому одни заводы приватизированы путем ваучеров, а другие заводы, вот, путем залогов аукционов. Вот таким образом. И сейчас, так сказать, на одной стороне у нас имеется средства производства, на другой стороне свободные вы совершенно как птица свободные. Вот, ничего нету, чтобы продавать, кроме рабочей силы. Вот и вы, вот голуби, например, почтовые, они тоже летали, письма разносили, на почте работали. И вы свободны как птица тоже. Куда хотите, туда и поступайте. А зарплату, какую хотят вам, такую и установят. Правильно? Не вы же устанавливаете цену, а должны вы. Почему? Потому что вы продавец рабочей силы, но вы одна-то не можете установить. Так вы можете удержать ее. То есть, установить цену можно только коллективом. И вот в этом законодательстве, несмотря на все его недостатки, которые я вам перечислил, здесь есть коллективные переговоры, которые могут вести те, кто уполномочены коллективом. Хотя коллектив тут не записан. А коллективные переговоры есть. Они как бы подразумеваются. И здесь есть коллективные, тогда есть споры, хотя конфликты здесь не записаны, но по содержанию того, что здесь написано, ясно, что речь идет не о спорах. Потому что, когда вы берете коллективные переговоры, это точно не конфликт. Правильно? Вот есть целый раздел «коллективные переговоры». Это не конфликты, это споры. Я одно, вы другое. Я одно, вы другое. Разногласия. А вот другой раздел «коллективные трудовые споры» – это о конфликтах. Хотя и не написано. Но мы не придираемся. Мы же не юристы. Мы по содержанию смотрим. Если это по содержанию конфликты, и есть законодательство, которое немножко по-другому это излагает, ну и бог с ними. Ну не могут юристы. У них какие-то свои соображения. Почему так? В том числе они не понимают некоторых экономических вещей, не знают философии. Ну что с них возьмешь? Поэтому мы… Зато они денег много получают. Тут тоже есть какое-то преимущество. Поэтому вот мы с вами должны смотреть так, что наша задача – думать, как разрешать коллективные трудовые споры. И это задача нашего курса. Мы этим будем заниматься. А вот я вас просил бы такую книжечку приобрести и ее обязательно внимательно прочитать. С учетом тех вот соображений, которые я вам высказывал. Это раз. Во-вторых, кто не хочет приобретать, они же можно скачать в этом самом интернете. И у вас будет свежий экземпляр. И это нужно знать. Потому что люди абсолютно этого не знают. Не знают законов. Вот вчера я коронавчика убедил только одним. Сказал, что так, вот вы говорите, что нет у нас в полтора раза, значит, сверх, если вы за пределами рабочего дня работаете, и в два раза в выходные. Давайте на 10 тысяч поспорим. Михаил Васильевич, а вот вы говорите, что у нас нельзя самому банку с исполнительным листом прийти. Давайте тоже поспорим на что-нибудь. Чего? Вы говорите, что с исполнительным листом нельзя самому прийти в банк. Да вы приходить можете с чем угодно в банк. Это закон есть, что можете прийти. Ну, приходите, ничего там не решите. Приходите. У вас права-то какие? Приходить вы можете, куда хотите. Так и банк обязан тогда, если это банк, который имеет этот счет, он обязан выдать. Ну и что, если я обязан? Вы думаете, если я вам обязан, то выдам? Ну и нет, то банк обязан. На вы. Банк обязан. Банки у нас обязаны обеспечивать промышленность. А банк собрал, один банкир собрал 200 миллиардов, перегнал их за границу, сел на самолет и улетел с шенгенской зоны и до свидания. Это вот самая большая сумма, 200 миллиардов. Другой 100 миллиардов и так далее. Они все обязаны. Поменьше вы думаете о... Ну это же нарушение закона. Ну а что вы думаете? А вы что, не видите тут? Вы открываете газету российскую каждый день, там и коммерсант. Там одни нарушения закона, сплошь и другое. Борется с ними Следственный комитет. С трудом. И борется с меньшинством. Потому что большинство при этом остается не наказанным. Страшное дело будет, если всех, кто нарушал законы, будут наказывать, это будут страшные репрессии. Ужасные. Кошмарные. Даже страшно себе представить. Столько нарушений. Вам же сказали, что у нас амнистия объявлена. Амнистия это что такое? Освобождение преступников. Это освобождение от ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть они виновны. Значит, этих всех надо посадить было. А они, и все они амнистированы. То есть всех освободили. Вот так обстоит дело. Спасибо за внимание. До следующего раза. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.